Служение Деррика Принца Чего Бог ожидает от нас? Честь 2 Я очень люблю этот отрывок, который мы с Руфью провозглашали, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, и очистить себе народ особенный, ревностный, к добрым делам. Остановитесь на минуту и подумайте об этом. Что для вас значат эти слова о том, что Бог хочет, чтобы вы были частью Его особенного народа? Искупленные Богом — это самый особенный народ на земле. Только ради нас Бог продолжает терпеть зло, боль и страдания на земле, потому что Он хочет создать Свой особенный народ. Но нам нужно ответить на Его призыв. Иисус совершил Свою часть работы. Она нужно совершить нашу, чтобы стать частью этого особенного народа. Я хочу сейчас поговорить о двух вещах, которые Бог ждет от нас. Первое — это чистота. Чистота переходит в вечность и видит положение дел вне временных рамок. Понимаете, христиане не созданы, чтобы жить во времени. Мы созданы для того, чтобы жить во всей вечности. Вечность всегда должна быть у нас перед глазами. Но я считаю, что у нас и во многих других странах Европы большинство тех, кто называет себя христианами, потеряли вечность из вида. Они не могут в своих мыслях выйти за рамки времени. У Павла есть слова, которые подходят и к нашему поколению. Я разговаривал с одной молодой женщиной, которая была с нами. Ей было 26 лет. И она сказала, что мы — поколение X. Нам не о чем больше бунтовать. В каком-то смысле мы — безнадежные люди. Что осталось в этой жизни для нас? И когда я размышлял об этом, я понял, что Павел очень точно описал эту проблему. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 15 главу, 19 стих. Посмотрите, пожалуйста, в ваших Библиях. Это очень мощный стих. Первое Коринфянам, 15, 19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, другими словами, если мы называем себя христианами, но ищем только того, что есть в этой земной жизни, то мы самые жалкие, самые несчастные люди на земле. Именно поэтому мы видим так много христиан в плачевном состоянии, потому что у них нет никаких ожиданий, кроме того, что они могут получить в этой жизни. Зарабатывание денег, еда и одежда, достижения, успех, дом, близкие — они заботятся об этом прежде всего. Они просто не могут перевести свой взгляд за пределы времени на вечность. А мы созданы для того, чтобы быть с людьми, у которых вечность в сердцах. Несколько лет назад я очень сильно заболел. Это было на Гавайях. Я тогда не боялся смерти, хотя это вполне могло произойти, но я хотел получить ответ от Бога. Я всегда верил в божественное исцеление. Учил о нем, и сам видел множество исцелений. Что же было со мной не так? Почему я не мог исцелиться? Это было похоже на интервью с Господом. Я не знаю, произойдет ли это в тот момент, когда мы предстанем перед судом Христа, потому что написано, что мы все придем на суд. Я хочу сказать, что он никогда не осуждал меня. Он говорил как бы со стороны, не касаясь моей личности. Он по очереди показывал мне разные сцены из моей карьеры, прежде всего, как служителя полного Евангелия и харизматического служителя. Он показал мне, каким плотским человеком я был. Хочу пояснить, чтобы избежать недопонимания. По Божьей благодати я никогда не был виновен в пьянстве или разврате, или в незаконном присвоении денег. Кстати, именно этого люди и ожидают от проповедников, которые исповедуют свой грех. Хотя очень часто они правы. Но Бог, Господь Иисус, показал мне, насколько плотским человеком я был. Он показал мне несколько сцен, многие из них в разных ресторанах. И он открыл мне, что суть жизни по плоти в том, что мы живем так, как будто после этой жизни больше ничего нет. Если вы так живете, даже не совершая какой-либо грех, вы все равно живете по плоти. Вы совершенно промахнулись мимо цели, которая есть у Бога для своего народа. Вы помните отрывок, о котором мы уже говорили? Там сказано «Ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Каждый из нас постоянно, каждый день должен искать блаженного упования. Когда мы упускаем его из виду, мы живем по плоти. Мы можем использовать религиозные слова, посещать церковь, молиться, но на самом деле Божьей радости у нас нет. Во время своих поездок я заметил одну вещь, которая меня удивила. Очень часто христиане, у которых мало что есть в этом мире, или которые подвергаются преследованиям, имеют в сердце огромную радость, намного большую, чем те, кто лучше обеспечен в этой жизни. Я понял, что так происходит потому, что они сконцентрировали свой взгляд на вечности. Они смотрят на то, что ждет их в будущем. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вы верите, но не счастливы, и не чувствуете себя наполненными, если вы в смятении или даже злитесь на Бога за то, что Он что-то не сделал для вас, я скажу, что ваша главная проблема в том, что вы перестали фокусироваться на вечности. Ваши ожидания относятся исключительно к этой жизни, потому что вы верите, что все равно попадете на небеса после смерти. Но я говорю о другом. Я говорю о том, чтобы фокусировать взгляд на вечности. Как пишет Павел, «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Нет более жалкого зрелища, чем христианин, который больше не видит вечности. Я говорил уже, что Иисус ожидает определенных вещей от нас. Во-первых, чистоты. Очищение себя имеет два направления. В отрывке из Тита, который я зачитал, сказано, что Он дал себя за нас, чтобы очистить себе народ особенный. Поэтому процесс очищения начинается с Божьей смерти. Но на ней не заканчивается. В ответ нам нужно очищать самих себя. Хочу поделиться двумя отрывками, в которых об этом ясно написано. Давайте откроем первое послание Иоанна, третью главу, третий стих. Это очень красивые слова. Я уверен, что они знакомы многим из вас. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. «Мир потому не знает нас, что не познал Его, возлюбленные. Мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это и есть наша надежда в вечности. Мы увидим Иисуса и станем подобными Ему. Далее, в следующем стихе Иоанн пишет, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Так что же является доказательством того, что вы действительно ожидаете встречи с Иисусом? Что будет влиять на вашу жизнь? Это и так ясно. Каждый, кто надеется на Него, очищает себя. Иисус очищает нас, но и мы сами должны очищать себя. У Бога всего один эталон чистоты, так как Он чист. Это наша ответственность. Именно это является доказательством того, того, что мы действительно ожидаем возвращения Господа. всякий, кто надеется на возвращение Господа, очищает себя, так как Он чист. Братья и сёстры, хочу, чтобы вы ясно поняли, если вы не очищаете себя, то номинально вы, может быть, верите в возвращение Господа, но на практике вы отрицаете то, во что верите на словах, потому что признак нашей веры — это наше очищение самих себя, так как Он чист. Давайте вновь откроем Второе послание к Коринфянам, где написано «О нас, как о храме Господнем». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Я хочу снова зачитать вам этот отрывок. «Ибо вы, ну или мы в других вариантах, храм Бога Живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Ах, это великолепно, но это не конец. Следующий стих начинается со слов «и потому». Или здесь имеется в виду «поэтому». Речь о том, как нам нужно реагировать. Павел пишет, «Выйдите из среды их, то есть тех, кто не живет для Бога, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», говорит Господь Вседержитель. Обратите внимание, что есть условия, при котором Бог может стать нашим отцом. Мы должны выйти из нечистой среды и не прикасаться к нечистому. Есть разные способы, как нечистота может войти в нашу жизнь. Но думаю, что в жизни верующих американцев самый распространенный способ — это телевидение. По телевизору можно увидеть столько грязи и нечистоты, но вы вовсе не обязаны это смотреть, потому что когда вы смотрите, вы прикасаетесь к нечистому и сами становитесь нечистыми. Это загрязняет ваше мышление, подталкивает вас к нечистому выбору, дает вам ложные ориентиры. Вы позволяете себе совершать такие поступки, которые никогда не сделали бы, если бы не увидели, как кто-то делает это по телевизору. Я не такой ярый противник телевидения. У него есть и свои плюсы. Их немного, но они есть. Хотя, должен заметить, я не совсем согласен в том, что касается телевизионных проповедей. Без некоторых из них мы бы прекрасно обошлись, скажу вам прямо, в 86-м году, и некоторые здесь, наверное, помнят об этом, ну, Руфюш точно помнят. Мы проводили собрание в церкви «Благая весть», пока она была еще в старом здании. Верите или нет, но в течение примерно шести недель мы вставали около пяти утра на утреннее собрание. Вижу, некоторые из вас кивают. Значит, помните, самое интересное, что маленькие дети из разных семей не хотели пропускать это собрание. Если родители не брали их с собой, то потом, когда они возвращались, дети спрашивали, почему их оставили дома. Там мы просто закутывались в одеяло и сидели прямо на полу. И скажу вам, я так привык к запаху ковра в церкви «Благая весть», что никогда его не забуду, потому что я проводил часы, уткнувшись у него носом. Мы молились немного пророчеств, тоже практически не было. Мы просто находились рядом с Богом. А затем люди стали исповедоваться в своих грехах. В грехе измена, алкоголизма, других. А ведь все они были благочестивыми членами церкви. Но думаю, что грех, в котором признавались чаще всего, это идолопоклонство. Многие люди признавались в том, что у них дома есть идол. И что же это было? Это был телевизор. И они поклонялись ему. И они покаялись в этом. И, может быть, до сих пор раскаиваются. Но через телевидение мы действительно прикасаемся к нечистоте. Есть еще много разных других ситуаций, в которых мы прикасаемся к нечистоте. Но думаю, что если мы можем разобраться со всеми ними, то и с остальными вещами тоже разберемся. Однажды я проповедовал в Замбии. Если вы знаете, это в Западно-Центральной Африке. Мы были в очень удаленном месте, где только недавно узнали о телефоне. Я проповедовал о зависимости. Но об одной вещи мне следовало знать заранее. Я обычно очень внимателен и всегда настроен на аудиторию. Я сказал, в этот мир недавно пришла новая зависимость под названием телевидение. И моему переводчику целых пять минут пришлось объяснять, что такое телевидение. Телевизор действительно вызывает зависимость. Вы знали об этом, да? В школах провели исследование, в ходе которого детям 24 часа не давали смотреть телевизор. Они были как люди, которые пытаются бросить наркотики. Вы слышали меня? Всякий, кто имеет надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. И вот что мы заметили в тех местах, в которые еще не дошла благая весть. Когда ее слышат там, то воодушевление и радость намного больше, чем в большинстве церквей на Западе. Я никогда не забуду тот восторг, который увидел в прошлом мае в Москве. Когда я думаю об этом, глаза наполняются слезами. Те люди были очень рады. И хочу сказать вам, что Евангелие приносит радость. Если вас больше не радует благая весть, это значит, что вы забыли, чем она является на самом деле. Вы были потеряны, осуждены гореть в аду, вы были на пути туда, где вам самое место. У вас не было никакой надежды. Но Иисус вступился за вас, чтобы спасти. Сейчас люди не любят говорить об аде. Но в Библии о нем много написано. И больше всего о нем говорил сам Иисус. Недавно, в прошлом году, я проповедовал в Германии. Я говорил о том, как спастись от ада. У меня был очень хороший переводчик, и сам я тоже понимаю немецкий. Переводчик перевел. «Как спастись от потерянной вечности». Я сказал, «Я этого не говорил». Я сказал, «Ад». И тогда я понял, как не нравится людям размышлять об аде, но именно туда направляется каждый человек, который не живет для Бога. Именно этого мы все и заслуживаем. Но когда вы вдруг понимаете, что спасены от ада, вас переполняет радость. У меня есть еще один пример. Я приводил его в Москве. О слове «оправдать». Оно звучит как богословский термин. Люди говорят, «Я оправдан по вере». Но они не знают, что это значит на самом деле. Это значит, что вас оправдали, нашли невиновным, признали праведным и сделали праведным. Я тогда приводил небольшую иллюстрацию. «Выйди сюда, пожалуйста, дорогая». Тогда я изобразил мужчину на суде, которого за его преступление точно ждала смертная казнь. Он сидел там и ждал, когда судья вынесет приговор. А судья сказал, «Невиновен». Я сказал, что его встречу с женой после суда нельзя было назвать просто приятной. «Я уверен, она была очень эмоциональной, дорогая. Я не должен умирать. Я свободен». У многих ли из вас была подобная встреча? Это истина. Это и есть оправдание. Вы были виновны, но истина в том, что Иисус принял вашу вину на Себя. Поэтому судья сказал, «Невиновен». И это не ваша заслуга. Все это благодаря Ему. Теперь еще один вопрос. Вопрос. Очень простой. Как мы очищаем себя? Мы могли бы несколько часов разговаривать об этом, но я сегодня поделюсь одним местом из Писания. Это первое послание Петра, первая глава, 22 стих. Давайте откроем. Первое послание Петра, первую главу, 22 стих. Петр обращается к верующим. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Итак, как же мы очищаем наши души? Послушанием истине. Не просто через знание истины, но через послушание истине. А какие плоды у послушания истине? Постоянная любовь друг к другу от чистого сердца. Павел говорил Тимофею, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Признаем ли мы это? Какие у нас цели? Зачем мы приходим на собрание? И какой смысл в проповеди? Есть ли у нас задачи и цели? Давайте возьмем, к примеру, футбольную команду. И здесь я говорю об обычном футболе, потому что американский футбол я вовсе не понимаю. Игроки постоянно в движении. Бегают туда-сюда по полю, передают мяч друг другу, но у них нет определенной цели. Так же и многие церкви сегодня. Потому что цель нашего увещевания — это любовь. Если цель не достигнута, то и очки мы не получаем. Поэтому мы очищаем наши сердца через послушание истине. Мы не только знаем истину или цитируем ее, но живем в послушании ей. Она ведет нас к нелицемерному братолюбию. Знаете, я верю в Бога уже почти 52 года. Я знаю, что некоторых верующих не так просто любить. Может быть, не всем хватит смелости сказать это, но у меня ее достаточно. У Бога есть странные дети. Знаете, кто-то сказал, «Друзей можно выбрать, а вот семью не выбирают». Иоанн писал, что мы перешли из смерти в жизнь, «Потому что любим братьев». Это и есть свидетельство. Любовь — это результат очищения сердца. Итак, последний совет на сегодня. Ну, если это можно вообще назвать советом. Бог желает, чтобы мы были Его народом, и чтобы Иисус был центром нашей жизни. В прошлое воскресенье я учил по книге Откровения. А, нет, даже в позапрошлое воскресенье я учил по первым семиглавам книги Откровения. И пока я проповедовал, я сам получил Откровение от Бога. Это позиция Иисуса. В первой главе Откровения написано, что Иоанн слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Затем, в 12 стихе сказано, «Обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому». Это был Иисус. Что это были за светильники? Там дальше написано. Это церкви. А где был Иисус? Посреди них. Это единственное правильное для него место посередине. Давайте дальше посмотрим Откровение, 5 главу. Иоанн плакал, потому что никто не мог открыть и читать книгу, в которой было Откровение о конце времен. Один из старцев сказал ему «Не плачь». Это пятый стих, и я его вам прочитаю. И один из старцев сказал мне «Не плачь». Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Позвольте напомнить вам, что Иисус по-прежнему лев от колена Иудина. А вы знаете, какое слово произошло от имени Иуда? Иудей. Он не стал иудеем лишь на 33 года, что провел на этой земле. Он является частью еврейского народа во всей вечности. Поэтому будьте осторожны с тем, как вы к ним относитесь. Итак, Иоанн обернулся и увидел льва. Он был поражен тем, что он увидел. Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный. Видите? Это проявление Божьей силы. Божья сила достигает совершенства в слабости. Павел говорит, что немощное Божие сильнее человеков, а немудрое Божие мудрее человеков. Немощное и немудрое Божие — это крест. И именно через крест Иисус стал львом из колена Иудина. Иными словами, если вы отстаиваете свои права, вы в проигрыше. Если вы откажетесь от них, Бог восстановит их для вас. Перед почтением идет смирение. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады!